Издательство Эксмо. Татьяна Полякова. Держи меня крепче. Я знал одну женщину. Она всегда выходила в окно. В её доме было десять тысяч дверей, но она всегда выходила в окно. Она разбивалась насмерть, но ей было всё равно. Тутанхамон. Наутилус. Однажды он мне его показал. В тот день я болталась по торговому центру, выбирая риткий подарок. Направилась к эскалатору на втором этаже. Откуда-то вывернул парень в тёмной куртке, в надвинутой на глаза бейсболке, задел меня плечом, буркнул «извините» и пошёл дальше. И я, кивнув в ответ, мол, нет проблем, задел и задел, со всяким бывает. Вдруг ощутила толчок, но в сердце. И замерла, глядя ему вслед и чувствуя, как всё внутри холодеет и сворачивается в тугой клубок. Парень успел удалиться на десяток метров, обернулся под моим растерянным взглядом, лихо улыбнулся и помахал рукой. Жест этот при желании можно было расценить как прощальный, а можно и по-другому. Он вроде бы предлагал следовать за ним, торопя и подбадривая, ну что стоишь, давай, шевелись. Когда он повернулся, я увидела на его груди что-то вроде рюкзака, откуда торчала детская головка в смешной шапочке с ушками. И в это краткое мгновение разрозненные элементы вдруг сложились, точно кусочки мозаики в разноцветное панно. Парень в бейсболке, под которой он прятал лицо, и его лихая улыбка, и этот жест. Но главное, главное, ребёнок, который он нёс на груди, прижимая к себе. Мой ребёнок, потому что в ту минуту я не сомневалась, что поспешно удаляющийся парень — это Лукьянов. «Саша!» — заорала я, не помня себя, и бросилась за ним. Он свернул к лифту, ускоряя шаг, и через мгновение растворился в толпе. А я бежала следом, толкая спешащих людей, и орала, не переставая. «Саша!» Народ расступался, глядя на меня точно на безумную. Я и была безумной. Добежала до лифта и бестолково заметалась по длинному проходу, пока лифт спускался вниз. И, перевесившись через перила, вновь увидела на первом этаже его. Парня в тёмной куртке, выходящего из кабины. И опять бежала, теперь уже к эскалатору, а потом перемахивала через три ступеньки, на ходу сбросив сапоги, и проклиная человека, придумавшего обувь на высоком каблуке и глянцевую плитку пола. И эту проклятую толпу, в которой так легко затеряться. Я металась по первому этажу, люди шарахались в разные стороны, и Саши среди них не было. А потом я его увидела на нулевом этаже, недалеко от выхода на парковку, и, зная, что не успею добежать ни до лифта, ни до эскалатора, перемахнула через ограждение, собираясь прыгнуть вниз, и тут же почувствовала чьи-то руки на своих плечах. «Да она сумасшедшая!» — лопил кто-то. Я лежала на плиточном полу, двое дюжих парней держали меня, навалившись сверху, и перед тем, как потерять сознание, я еще раз увидела Сашу. Он стоял в лифте, опираясь ладонью в стеклянную стенку, и без улыбки смотрел на меня. Очнувшись, я боялась открыть глаза. Лежала, сцепив зубы, не зная, где я, с одной мыслью. Что теперь будет? Что будет, если Тимур узнает? А он непременно узнает о моей сумасшедшей выходке в торговом центре. Найдутся доброхоты, донесут. Я так старательно удерживала его от безумия, твердила, ребенок мертв, а сама... а сама сорвалась. Ну вот, все в порядке. Услышала я чей-то голос и нехотя открыла глаза. И первым, кого увидела, был Тимур. Он сидел рядом, коснулся ладонью моего лица и улыбнулся. — Привет, — сказал тихо. Я ответила. — Привет. И заревела, наплевав на женщину в белом халате, что стояла рядом, на каких-то незнакомых людей, толпившихся за ее спиной. Ревела, прижимаясь к его ладони, бормоча, как в бреду. Все нормально. — Поедем домой, — сказал он, и я с трудом поднялась, оглядываясь и пытаясь понять, где нахожусь. Кабинет администрации торгового центра. Парни, что успели схватить меня, не дав спрыгнуть вниз, как выяснилось позднее, были охранниками, приставленными ко мне Тимуром. Они вызвали скорую и позвонили Тагаеву. Наверное, искренне считали, что поступают правильно. Жаль, что я не спрыгнула вниз, переломав себе ноги и шею в придачу. Это все-таки лучше, чем видеть его лицо, бледное, с вымоченной улыбкой, и знать, что он сейчас чувствует. Бессилие для таких, как он, невыносимо. А невозможность защитить тех, кого любишь, способна попросту убить. Это страшная боль, быть рядом и не иметь возможности помочь. Молчать, молчать, твердила я, тупо разглядывая свои сапоги, что стояли возле дивана. Если я скажу, что видела ребенка у Саши на руках, Тимура не удержать. Не удержать от напрасных поисков, от бессмысленной надежды, от бесконечной боли. Молчать и страдать в одиночестве. Я буду жить, сцепив зубы, и он, прекрасно зная, что происходит со мной, замкнется в себе и все повторится. Не будет нас, будем я и он наедине со своим горем. Ты этого хотел, Саша? Тимур помог мне обуться, а потом подхватил на руки и понес из кабинета, прижимая к себе и пряча лицо в моих волосах. Охрана шла следом. Один парень нес мою шубу, вторую сумку. Оба старательно отводили взгляды. А я, обхватив Тимура за шею, вдруг сказала. «Знаешь, я счастлива». Он вскинул голову и посмотрел на меня. И стало ясно. Внезапно пришедшие мне на уму слова были самыми правильными. «Я люблю тебя и счастлива», — повторила я и улыбнулась. «Не отпускай меня, ладно?» И он нес меня на руках до самой машины. И лицо его приобрело умиротворенное выражение, которое я замечала, лишь когда он спал, прижимаясь ко мне в полумраке спальни. Я оказалась на заднем сидении машины, и он был рядом, все еще обнимая меня. А я вздохнула, как будто после долгой дороги вернулась домой, и в самом деле почувствовала себя счастливой, ощущая его руки и тепло его тела. В квартиру мы вошли, обнявшись. «Хочешь чаю?» — спросил Тимур. Я кивнула, направилась в гостиную, где на диване лежал мой пес, погладила его и буркнула. «Твой Лукьянов дурак, все будет по-другому». Сашка при этих словах посмотрел недовольно, зевнул и устроил морду на вытянутых лапах. Тимур вернулся из кухни и сел рядом, машинально почесал пса за ухом, глядя куда-то в пол. «Он ни о чем не спросит», — поняла я. «Он будет молчать». «Я... я его видела». Первые слова дались мне с большим трудом. «То есть мне показалось, что это он». Парень в темной куртке, бейсболка надвинута на глаза. У него был ребенок. Я могла обознаться. Тимур кивнул. «Не молчи», — попросила я. «Ты могла обознаться», — согласился он. «Или нет, или это действительно был Лукьянов», — нахмурившись сказала я. «Он хотел, чтобы я его увидела. Увидела ребенка. Он намерен продолжать игру, только у него ничего не выйдет». «Вопрос, как долго ты все это выдержишь», — со вздохом заметил Тагаев. «Я выдержу. Если ты будешь рядом, выдержу. Помнишь, что ты мне обещал?» Он опять вздохнул. «Помню. Я все помню. Но не знаю, где он взял ребенка», — торопливо заговорила я. «Это могла быть просто кукла, понимаешь?» «Мне стыдно, что я... я вела себя глупо. Сегодня он может собой гордиться, добился своего. Но второй раз повода радоваться у него не будет. Обещай мне, Тимур». «Я сделаю все, что ты скажешь», — ответил он. «Больше всего на свете я хочу убить эту сволочь». «Вру», — усмехнулся он. «Больше всего на свете я хочу видеть тебя счастливой». «Значит, я забуду о нем. Забуду, что хочу убить его и что он вообще есть на свете». «Только...» Он резко отвернулся, не желая продолжать, но я знала, что он хочет сказать этим только. «Мы справимся, вот увидишь», — твердо сказала я, поражаясь своей уверенности. «Конечно, справимся», — кивнул он, обнял меня и добавил тихо. «Я рад, что ты рассказала». И в тот момент мне стало ясно, он боялся того же, что и я, молчаливого страдания в одиночку, невозможности пробиться сквозь эту боль, которая несет в себе одно отчуждение. С того дня кошмар, преследовавший нас последние три месяца, внезапно кончился. Больше не было ночных звонков по телефону, когда я слышала, как в трубку плачет ребенок, мой ребенок, которого я считала мертвым, в чем Лукьяна все три месяца пытался меня разубедить. Отошли в прошлое долгие консультации с самыми известными врачами, твердившими мне в один голос, что сохранить ребенка при полученных мною травмах было невозможно. Но даже если допустить, что он каким-то образом выжил, после преждевременных родов ему бы потребовалась серьезная помощь. Специальные аппараты и прочее, чего не было и быть не могло, в клинике, где я очутилась. — Это невозможно, — повторяли они, и я им верила, но будто заноза сидела в мозгу. — А вдруг? Лукьянов и здесь оказался прав. Это «а вдруг» не давало мне покоя, сводя на нет все мои старания забыть тот ужас. Когда Тимур стал жить в моей квартире, на звонки по ночам отвечал он. Как видно, Лукьянова это не устраивало, и он придумал более действенное средство. В результате мы столкнулись с ним в торговом центре. Но после того памятного дня Саша исчез. Не звонил и никак иначе себя не проявлял. Что это было? Признание того, что затянувшаяся игра ни к чему не приведет? Или Лукьянов собирался приподнести мне очередной сюрприз? Хорошо его зная, я склонялась ко второму, но ничего не происходило. И я все реже думала о Саше. А если и думала, то без привычного страха. Иногда среди ночи я просыпалась в холодном поту и вдруг понимала, ничего не кончилось. Моя любовь к нему, запутанные отношения в странном любовном треугольнике, где действующими лицами были я, Тимур и Лукьянов. И та боль, которую мы причинили друг другу. Я могла бы решить, он понял, что зашел слишком далеко и отказался от своих намерений, если бы была способна заподозрить в нем подобное благородство. В своих кошмарах я видела его убегающим, раненым, даже убитым, и просыпалась в слезах. И тогда приходила мысль, что его исчезновение из моей жизни связано с обстоятельствами, весьма опасными для него. Человеку, который прятался под чужой личиной, не стоило являться сюда. И страх, что сны мои могут стать пророческими, заставлял меня стискивать зубы. Но и с этим я научилась бороться. Я больше не пялилась в потолок, а прижималась к Тимуру, спеша найти в нем поддержку и утешение. И страх уходил. Вопреки моим опасениям, наши отношения с Тимуром вовсе не зашли в тупик. Словно по молчаливому уговору мы избегали недомолвок и с готовностью шли на уступки друг к другу. Я вернулась на работу к деду. Тимуру это вряд ли нравилось, но возражать он не стал. Зато сделал мне предложение. Я его приняла, прекрасно понимая, что в сложившихся обстоятельствах отговорки типа «давай подождем» попросту разрушили бы наши отношения. Хотя кое-какие сомнения у меня были. Опять же не ясно, как к этому отнесется дед, мой бывший любовник и благодетель, а ныне работодатель.